Так, продолжаем с болтгазом. Вот мы нашли веселый один момент. Я их называю просто из рубрики Яролаш Котельный. Посмотрите, вот это у нас стоит трубка Вентурии, так называемая. Или на немцах она называется трубка Китой у Вайланта. Я вот вам отсюда, как бы вам камеру поставить, показать, извиняюсь. Но она ставлена криво, не закрыт у нас вообще, не закрыто отделение, которое у нас ставлено в турбину. Вот здесь у нас внизу получается скобочка маленькая, на которую устанавливается трубка Вентурия, а потом уже прикручивается. Соответственно, вообще что-то сейчас требовать от котла, конечно, рано. Все ремонты, которые были проведены с котлом, они закончились десятикратной заменой туда-сюда запчастей и плат. То есть не было обслуживания котлу. Ну и трубка Вентурия вообще первый раз видит, чтобы она так работала. Слава Богу, что она еще как-то работает. Ну и самое главное, что в этом котле может все закончиться просто на плате. Но вот этого быть не должно, не допускайте ни в коем случае. Так, друзья мои, продолжаем мы с этим замечательным франкенштейном из разных запчастей. Значит, часто ремонт платы делается раньше, чем нужно, потому что вот занимался электронщик, он в этих делах немножечко вот не смыслит. Значит, здесь у нас бывает присостатие, да и в любом присостатие. Вот у меня в руках один из, я 10 лет себе белгрудж, вот эти присостаты никогда не ломаются. Вот у меня, видите, на нем карандашом написано БР, да, брак. Внутри у нас присостата любого, я вам показываю конструкцию, есть микровыключатель. Как он устроен, без разницы. В нем есть два контакта. Если эти контакты окисляются, соответственно, при ветоэлектрикам меняется сопротивление. Изменилось сопротивление. У нас пошел ток сюда с платы, да, 220. У нас пошло 220 на насос. И у нас самый интересный импульс 220 у нас идет, емкостный, на электромагнит газового клапана. В этот момент, когда у нас разжигается газовый клапан, почему котел многократно тык-тык, запускается, тухнет, запускается, тухнет. Тактовки это называется на профессиональном языке. Частые тактовки. В этот момент у нас вот этот слабый микровыключатель дает небольшой пропуск. То есть из-за низкого пропускной способности тока. У нас это реле, которое у нас разрешает включать газовый клапан. Когда он включается, происходит просадка тока, понятно, да? Поэтому в этот момент происходит у нас обратное размыкание. То есть он думает, только он запускает газовый клапан, у нас размыкается присостат. И это происходит несколько раз в секунду. Мы слышим такие щелчки, тык-тык-тык-тык, туда-сюда. Могу продемонстрировать, как это выглядит, но здесь лучше не буду. Люди без отопления сидят весь день. Котел тактует, а я уже тоже хочу домой сегодня воскресенье. Так, ну вроде наш пациент ожил. Вот теперь я вам показываю, как он зажигается с присостатом Honeywell. Не самый мой любимый, но довольно качественный. Вы сами знаете, что Honeywell делает довольно качественную продукцию. Это я специалистам говорю. Значит, смотрите фокус. Я вам покажу, как он сейчас зажигается и как работает. Распознавание пламени у него долгое, не удивляйтесь, он долго искру бьет. Все, он не потухло, пламя распознали. Вот этот кабель второй, который идет на электрод ионизации. Ни в коем случае мастера не запускайте вместе с этим кабелем в родную дырку. Потому что они довольно тонкие. Один пробой и будут проблемы. Он пробивать может и плату убить, то есть пробивать в ионизирующий кабель. Мы его просто снимаем и пропускаем его вот здесь, либо вот здесь. Понятно. Так, смотрите, значит, любые изменения по тяге, значит, промывке у нас, да, 0,3 была ошибочка. Это проблема по тяге. Мы выяснили, что это наш прекрасный непонятного производства. А, Original USA. Добрый день. Вот здесь у нас написано. Интересно, откуда Армавир взял на корейский котел с китайскими запчастями Made in USA? Ну ладно, у американцев вообще очень холодно, они котлы делают самые лучшие. Я вообще первый раз слышу про американские запчасти на котлы. Вполне возможно, что это какой-нибудь стиральной машинке, либо где у нас еще надо. Для посудомоечных машин нужны бывают и составы. Ну ладно, это лирика. Значит, закрыли камеру сгорания обязательно, поскольку у нас были ошибки по тяге. Закрыли у нас подсос воздуха из помещения. До меня тут был псевдомастер, открывал лючок, что по закону запрещено. Вот теперь мы смотрим камеру сгорания с вами, чтобы увидеть, что у нас происходит там. Зажегся, распознал пламя, все прекрасно работает. Коллеги, по цвету пламя не знаете, да, как определять? Переобогащенная смесь, один цвет. Нормальная смесь, другой цвет. И объединенная смесь, третий цвет. Почему не называю, потому что мастера знают, а не мастерам делать там нечего. Вот, ну пациент нормально, решил у нас прослушаться, решил больше не капризничать. Прекрасно все зажигается с заменой присостата. Потому что не торопитесь на реле лезть и релюшки эти паять, любители канифоли, я вам говорю. Потому что часто видел кучу перепаянных плат, а клиент уже в шоке. Хочет вам всем передать привет. Мы настроили параметры, поскольку здесь у нас накипь в теплообменнике. По звуку, да, слушаем, как в чайнике у нас начинается шип. По крайней мере на отопление, вот он у нас пошел, слушаем. Характерный звук для образования накипи в теплообменнике. Чтобы пациент пожил подольше, адаптируем котел к квадратуре отопления. Здесь это делается кодировкой параметров. Специалистов, кого надо, научу, пишите. Клиентам там делать нечего. То есть вот у человека 100 квадратов отоплено округленно. И я на укрупненном теплорасчете 150 ватт на квадратный метр сделал ему примерно как раз 15 киловатт. Даже больше, 16 где-то. У человека 80 квадратов. То есть топиться будет спокойно. Меньше будет перегреваться теплообменник, потому что он будет выходить не на 100% пламени, а на 60. Но это не касаемо работы в режиме ГВС. Все, вот такой вот у нас был болтгаз. Вот так мы его здорово вылечили. Сегодня пациент у нас не сильно капризный. Всем привет!